Политика режима талибов все больше напоминает политику России под санкциями, которая предполагает практически ненависть ко всему американскому, кроме долларов США. Как стало известно, боевики талибан запретили вывозить доллары и антиквариат. Об этом сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид. Он отметил, что вывоз валюты запрещен как по земле, так и по воздуху. У нарушителей будут конфискованы ценности, а сами они столкнутся с правосудием. Забавно то, что об этом талибы сообщили через американский твиттер, а не разнесли благую весть на верблюдах. Для талибов жизненно важно, чтобы в стране оставалась хоть какая-то конвертируемая валюта. От траншей в Афганистан отказался Всемирный банк. Он намерен наблюдать за ситуацией. Талибы, кроме Средневековья, предложить в экономическом плане ничего не могут. В 2020 году 43% ВВП Афганистана составляла финансовая помощь. Получается, что половина средств – это подаренные деньги. И если остатки валюты выведут, там останется один пуштунвали и больше ничего. Кроме Всемирного банка, также США приняли решение ничего не переводить в Афганистан. Также Вашингтон блокирует доступ талибана к счетам афганского правительства, которые управляются финансовыми организациями США. Теперь ситуация в Афганистане напоминает жизнь в оккупированном Крыму. Денег нет, но вы держитесь. Какие могут быть последствия валютного эмбарго для талибана? Во-первых, подобное решение МВФ и США очень должно напрячь окружающий Афганистан страны, которые заинтересованы в том, чтобы талибы беспредельничали исключительно у себя в стране. В противном случае от них придется откупаться поставками оружия или прямым финансированием, что сразу же вызывает проблемы. Снабжение оружием автоматически их усиливает и ни о каком спокойствии в регионе не может быть и речи. Прямой откуп будет означать финансирование терроризма. В большинстве цивилизованных стран и даже на России талибан признан террористической организацией. Если Китай, Россия или еще кто-нибудь начнет поддерживать их деньгами или оружием, то он автоматически переходит в разряд стран, финансирующих терроризм. Не стоит лишний раз напоминать, как на подобное реагируют Соединенные Штаты, ЕС и аффилированные с ними финансовые институты. Из-за всего этого выплывает ситуация, что вся эта внезапная дружба с Талибаном может оказаться фикцией. Вряд ли те страны, которые объявили о тесном сотрудничестве с новым режимом, заинтересованы в нем больше, чем в контактах с Вашингтоном. Несмотря на заявление, что США проиграли, может сложиться ситуация, в которой Америка окажется над схваткой. Религия религией, пропаганда пропагандой, но, как показывает практика, американские доллары нужны всем, даже Талибану. Вполне вероятно, что именно Вашингтон будет удаленно влиять на ситуацию своими финансами. Госдеп выстраивает совершенно другую парадигму взаимоотношений со странами, лояльными к Талибану. В Афганистане еще ничего не закончилось, и движение сопротивления талибам там только набирает обороты. Есть новости о том, что силы сопротивления отбили у талибов ряд региональных центров. К ним поступает подкрепление в виде живой силы, техники и медикаментов. Можно не сомневаться, кто начнет получать финансирование от штатов. Поэтому талибы так заинтересовались валютным ресурсом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok